Что может быть идеальнее для лекции про учиться-учиться в условиях, в которых это делать фактически невозможно? И на самом деле мы совершенно не договаривались про это. Это вся даже карма, да. Магическое совпадение. Ну, мы попробуем. Короче, нас не слышно, экран не видно, все хорошо. Адаптивность, гибкость, открытость. Британка. Так, меня Саша зовут. Я Тимур. Поскольку в первой части больше говорю я, поэтому микрофон пока у меня побудет. Слушайте, у нас запланирован час где-то, может быть, чуть-чуть больше. Ну, как бы, естественно, по плану полтора. Там у нас будет какой-то рассказ, какой-то показ. Мы любим разговаривать, просто так любим разговаривать и с людьми будем разговаривать. То есть иногда нам все равно, что нас слушают, а иногда нам важно видеть какое-то взаимодействие. Вот, поэтому давайте так, ну, поскольку нас немного, это очень круто, потому что можно не хэ-хэй, а хэ-хэ-дрим. А вот, ну, как бы, каждому, каждый чем-то поделится, что-то расскажет, а мы что-то расскажем. И как-то обогатившись каким-то знанием, пойдем дальше. Так получилось, то, что ответ на вопрос, зачем учиться учиться, можно показать всего в двух картинках, и в целом после этого лекция можно считать официально завершенной. Поэтому, если вам вдруг захочется уйти после этих двух кадров, вы свободно можете это сделать, потому что ничего нового, кроме этих двух картинок, мы вряд ли покажем или расскажем. А на самом деле будут просто детали. Давайте, смотрите, картинка номер один. Когда ты не учишься. Проблема. Пустыня. Двое людей в абсолютном состоянии нехватки ресурсов. Что-то куда-то тащат в надежде куда-то вернуться. Ну и встречает там людей с разными штанами. Это первое. Когда ты учишься, ну как-то так. Ты как бы все еще, как будто бы человек оттуда, вот с этими лампочками. Там, ну кто помнит хорошо фильм «Кинзаза», там они еще вначале были в таком странной штуке, да, на морде, извините. Вот, они думали, что там дышать нельзя, там нет, можно, ну, чтобы еще не пачкать с собой эту чистую атмосферу. Вот, и мы разрешили в конце концов, правда, недолго нам остаться. Вот. Ну все. Казалось бы, что еще может произойти? Окей, работает. Оказывается, многое. Оказывается, многое. Смотрите, ну как бы все, это честный ответ на вопрос. Зачем учиться вот это состояние, вот это состояние? Дальше мы постараемся как-то все это аргументировать, что-то конкретное рассказать, ну что-то должно дальше произойти, что, возможно, будет более-более полезно, более подробно рассказывать. И начну я историю с кофе. Здесь в аудитории сейчас сидит Лиза, Лиза в центре. Можно попросить тебя встать? Мы тебе поаплодируем. Почему непонятно, но хочется поаплодировать. Я сегодня с утра зашел в кофейню, вы не догадаетесь, какую, там не написано этого. Ну просто классно, ну все-таки вроде что-то похожее на лето. Ты как бы заходишь с утра кофе попить, вот, а у меня недалеко от дома находится эта прекрасная кофейня. И, привет, и, ну, идешь пить кофе, берешь первую чашечку эспрессо, что-то там смотришь в фейсбуке, читаешь, подумаешь, что-то еще хочется кофе. Вот, и подходишь к Лизе, Лизе, работница прекрасной кофейни, она говорит, слушай, а хочешь, ну, дегустация сейчас будет, Вероны, ну, типа, хочешь, не покупай, мы тебя просто угостим, потому что будет дегустация. Вот говорю, хочу, конечно, говорю я, даю свое согласие. И дальше в целом минут 10-15 меня погружают в мир кофе, ну, в культуру кофе, это можно так назвать. Я даже сейчас очень нагло постараюсь пробежаться по этим шагам, чтобы вы, ну, постарались прочувствовать, как это было. Ну, во-первых, кофейня, пахнет кофе, классно, приятно. Во-вторых, ты хочешь кофе, тебе дают кофе, ну, за так, ну, условно говоря, попробовать. Вот второй приятный бонус. А дальше тебе приносят кофе с каким-то прекрасным названием, тогда это была Веронова описана красивая. Тебе говорят, ну, слушай, даже не говорят, тебе пока дают кружку, и ты как дурак начинаешь пить. Тебе так смотрят и говорят, вот у Лизы есть коллега, как ее зовут? Алина, Алена? Алина, да. Она так смотрит, ну, Саша, это пить не надо пока. Подожди. Она такая, это сначала надо нюхать. И показывает мне, значит, как надо эту историю нюхать, и вынюхивать там, ну, минуты три надо, вынюхивать нотки. Вот. И ты, конечно, с умным лицом сидишь, пытаешься это вынюхать, ну, потому что ты же как бы давно в кофе-то пьешь, ты в этом, типа, должен взбираться. Ну, короче, вы вынюхиваешь кофе, мы там обсуждаем, есть какие-то нотки там, какой-то семечки, которые название мы не так не выяснили. У меня там вообще каждый раз запах один тоже чернослива. Ну, короче, какой-то там запах какао-бобоку и так далее. Мне говорят, окей, классно, а тебе нужно попробовать и попробовать так, как тебе в детстве запрещали пить. Знаете, так вот, с таким звуком, извините. И надо сделать три таких небольших глотка, потому что, помните, что это маленькая чашечка эспрессо, то есть там особо не развернешься, то есть, я, конечно, если что, подолью, но, ну, вот тебе нужно аккуратненько сделать три глоточка, так. Вот. И, значит, ну, как бы почувствовать, чтобы полость рта была орошена всеми привкусами. Почувствовать кофе. Такой, о, класс, ну, прям, в стадии номер два пошла. Потом в стадии номер три тебе говорят, окей, а теперь смотри, у тебя может быть в целом три состояния кофе, и они все связаны с разной вязкостью молока, ну, так, по ощущениям. Очень легкая, как бы, средняя и прям совсем тяжелая. Ты вот сейчас сделай большой глоток, сделай большой глоток, это третий будет шаг, и расскажи нам, какое-то было. Я, естественно, не попал, как всегда, все хорошо. Я сказал, ну, для меня это легкий, верона оказалась достаточно тяжелой, на самом деле, должна была быть другой. Не, как я почувствовал, ну, все хорошо, мне сказали, такое тоже может быть. Я попробовал всю эту историю, и мы все это, ну, как бы, дискуссировали, там люди приходили, конечно, ну, то есть, все этот момент, ну, кофе наливалось и так далее. Они говорят, слушай, есть еще четвертая часть, она, как бы, неофициальная дегустация, она звучит так, поделись. Я бы это назвал, мы бы с Тимуром так бы это назвали, а про что это для тебя было, такая умная, знаете, такая коучинговая немножко фраза, вот, ну, просто расскажи, как тебе от этого ощущения, расскажу, что ты нового в этом узнал, вот, я потом когда думаю, так, и меня в конце заставили сделать рефлексию этого опыта, вот, ну, то есть, мне отдали какую-то, ну, как бы, интегрировать, надо мне было с собой то знание, которое я приобрел в связи с этим кофе, дальше пошел, ну, естественно, я уже был полностью влюблен в эту кофе, еще раз был влюблен в эту кофейню, дальше мне Лиза как раз рассказала красивую историю про то, почему это называется Верона, я сказал, классно я там был, почему там Розы, там Розари, Ромео и Джульетта, история любви, дальше про сочетание 80 на 20, ну, и дальше какая-то такая информация, которую можно в целом прочитать в Википедии, понятное дело, вот, но сейчас она воспринималась совсем на качестве, на другом уровне, а в целом, все вот это действие, ну, длилось, ну, 15, да, 10-13 минут мне кажется длилась эта дегустация, можно так сказать, после чего я вышел и сказал, так, мы тут разрабатываем новый образовательный формат, он называется Adbox, мы про него в конце обязательно рассказываем, про что это, я понял, что сейчас передо мной был лучший пример этого формата, как меня погрузили, влюбили, я испытал опыт, потом это интегрировал и готов был потом рассказывать, например, сегодня на лекции про этот опыт, да, потратить ваше время на это, а теперь смотрите, вот я рассказал что-то, у меня для вас, вот, что это для вас было, вот этот рассказ, я дал к вам какую-то информацию, про что это было для вас, про кофе, про кофе, еще, про кофе, про маркетинг, про маркетинг, способность воспринимать, еще, Личный опыт. Подача знаний. Хочу на кофе семинар. Хочу на кофе семинар. Лиза, вот, запишись. Еще. Как выразить кофе? Вкусный кофе. Озарение. Мое. Окей. Еще варианты. Признание Лизы. Рефлексия, да. Что еще? На что-то точно это еще было похоже? На что-то свое восприятие. На что было это рассказать? Знакомство человека. Давайте еще. Чуточку. Давайте представим то, что музыка, которая играет, это такой, знаете, специальный транс, который тебя вводит, и ты каждый раз, а еще, а еще, а еще, а еще, и озарение случается, да? Может быть, что вы услышали из этой истории? Что показалось вам самым важным? Так что какой-то процесс может быть настолько тяжелым, сложным, но если поймете попробовать, как-то так не волнуйся. Казалось бы, просто захлебнул тару по стартусе, да, и все, недоволен. А тут вот оно. Еще. На мой взгляд, это то, что вы что-то сделаете, чтобы тебя запомнили, или чтобы это не продать? Ну, нужно что-то сделать, чтобы тебя запомнили, и это продать. Окей, еще. Вы говорите, говорите, или тебе ту кольфы, или лектора? Окей. Мне кажется, можно не отвечать, в данном случае каждый что-то свое услышал, да? Вам знания передали, а вы нам. Да, а я как бы стал еще и распространителем, да, еще опять же маркетинг, у вас фокус на маркетинг, да? Вот это вот история. И смотрите, и очень круто то, что все, ну, как бы, понятно, что все ответы правильные, нет, не правильные. Вопрос то, что мы каждый раз, мы занимаемся образованием долго и упорно. Сейчас, подождите, я вам покажу. Вот. Вот это такой, знаете, короткий списочек, с чем мы работаем последние 8 лет регулярно в разных формах. В легких, в жестких, в долгих, в коротких и так далее, да? Вот огромное количество, знаете, вот этого, дети носятся вокруг тебя, типа, 6 лет, и сейчас мы с вами что-то сделаем. До вот этого, серьезные люди, ну, как мы с вами, да, образовываются, пришли, дополнительное образование, уже что-то знаем, может, сейчас что-то еще узнаем, но вряд ли эти два чувака нам что-то расскажут. До состояния, когда вот люди, там, типа, 60-70 лет, и вот перед ними тоже стоят два таких, и начинают что-то с ними делать. Вот, вот, вот максимально все возраста, что детский садик, да, не покрываем, а то, что называется красивым словом, young cold, точно, да, вот это, деятельные пенсионеры, средний возраст, ну, то есть, вот, работаем со всеми. Понимаете, то, что каждый раз, что бы ты с ними не делал, с послушателем, что бы ты не делал, каждый раз, почему-то, даже рассказывая одну и ту же историю, да, вот, ну, если здесь есть история про кофе, я буду тебе ее рассказывать, как пример, у прекрасного образовательного опыта. Каждый раз, почему-то, вот эти вот ответы, они, они, они сильно разные, а для кого-то, что самое важное, они, они вот такие. Про что была история? Да не про что, чувство сейчас прогнал мне, потратил 15 минут моего дорогого времени, да, и это тоже ответ, ну, то есть, как бы, это тоже нормально. Для кого-то это была история про какой-то, прям, вот, такой максимум, где там, там было и вот это, и вот это, человек увидел, и вот это, и мою позицию, и позицию другого, и мое отношение к лизе, мое отношение к кофе, и мое отношение к еще чего-то там, а для кого-то, ну, слушай, ну, это явно про маркетинг, ну, что было, да, или это вот явно, что там, про фокус, да, я сказал слово фокус, или там, рефлексии, да, кто-то слышал, схватился, начал про это думать, и каждый раз вот этот ответ, а что человек забирает из того опыта, который формируется, это, извините, но такая загадка. И понятно, что, вот, смотрите, у нас, я сейчас буду вот так в аудиторию каждый раз какие-то посылы делать, вот у нас в зале есть прекрасные методологи, вот Даша прекрасный методолог, вот, а можно просто Дашу поаплодировать, сейчас Даша немножко тоже встанет, вот. Даша, вот, Ирекс, к сожалению, не доехала до нас, мы работаем по методологической части, разрабатываем вот все, всю ту чушь, которую мы приносим из практики, Даша сыро умеет обрабатывать и говорить, слушайте, вот так вот делали в финляндской школе, ну, в Финляндии, да, в Финляндской школе, или еще где-то, а вот еще, а вот это вот явно тупая теория, Саша никогда ее больше не рассказывает никому, вот, ну, то есть вот это, да, методологическая часть, и понятно, что с точки зрения ответа, ну, как бы, как правильно, почему так, можно сказать, ну, что угодно, и сказать, смотря из какой там системы образования, или, как мы говорим, картинки мира ты смотришь, для кого-то это про ближайшую зону развития, для кого-то это про текущий фокус внимания, да, извините, просто про маркетинг, у меня сейчас сидит в голове, это у кого-то в голове сейчас маркетинг, поэтому, а, вот они классно тебе продали, да, или про отношения, например, да, или про что-то другое, то есть каждый, кто находился сейчас в своей картинке, то и увидел в моем рассказе, это очень любопытно, любопытно, что еще можно сказать, а еще благодаря музыке, а еще благодаря тому, что сейчас лето, а еще благодаря, то есть еще можно какое-то вести огромное количество переменок и рассказать, почему это было так, и в целом, понимаете, вот, все, чем мы занимаемся все это время, и то есть следуем этот вопрос, а как сделать так, чтобы вот из каждого такого опыта, из каждого опыта было забрано максимум, что возможно, и на самом деле наш рассказ сейчас про вот это, как сделать так, чтобы было максимум, Потому что более того, я вам скажу, вот работая со всеми этими ребятами, какая у нас возникла собственная проблема. Мы поняли, что в какой-то момент, ладно про кофе, ладно про, ребят, сходите на занятия по рабо-полушарному рисованию, это вам поможет развиться. То есть есть какие-то опыты, которые ты сталкиваешься, ну классно, ну окей, что-то новое узнал. А есть какие-то опыты, вот мы занимаемся дизайн-мышлением, давно упорно и постоянно разрабатываем в компании какие-то новые интересные продукты. А там, понимаете, такая практика, практика, которая тебя ставит под сомнение твою деятельность. Тот, кто пробовал, носился уже со стикерами во время дизайн-мышления, вот того, кто вот это вот было, вот есть студенты, вот они год носятся, да, вот, со стикерами, вот, они сейчас выйдут на рынок и посмотрят, как это на рынке возможно вообще делать, и споткнулся первый раз, потому что никто не хочет так делать, потому что есть уже сложившаяся культура деятельности. А ты предлагаешь новую практику какую-то образовательную, ну, если ты занимаешься, опять же, говорю про разные типы образования, про разные практики, навыки, опыты, которые ты отдаешь, есть те, которые ставят под сомнение все твое существо, извините. Ну, прям всю твою суть они начинают перепрошивать. И в какой-то момент, если тебе, ну, мозгами, подчеркну, мозгами уже где-то под 60, ну, то есть тебе может быть и 18, да, может быть действительно 60, но если ты мозгами уже где-то в этом возрасте, то в этот момент понимаешь, а зачем мне все это надо? Потому что каждый раз, если вот это вот, что называется, челленджит тебя, все твои основы, что такое хорошо, что такое плохо, и зачем такое образование? И мы сталкиваемся каждый раз с тем, что есть отторжение про то, что я вообще не хочу ничего про это знать. Максимум, что возможно, я послушаю красивую лекцию на TED-е, но все вот эти вот глубокие параклитики с повреждением, с осознанием, с мироощущением, не дай бог там еще люди будут говорить что-нибудь умными словами типа mindfulness, типа там осознанность слова говорить, это вообще, это все сразу, это эзотерика. Ну, то есть, смотрите, я же просто сейчас, я сейчас не даю никакой этому оценку, да, я могу говорить какие угодно сейчас слова, и вопрос, как бы, с каким отношением к миру человек будет всю эту историю слушать. И для нас это не просто, а как сделать так, постоянный вызов, про который мы рассказываем, как сделать так, чтобы максимум было забрано из того, что создается, это пункт номер один, как сделать так, чтобы это не вызывало, не организовало какого-то раздражения. И любопытно то, что здесь включается не позиция педагога, а позиция учителя, образователя, или там, как можно назвать, эдюкатора, да, там, через слэш можно, тренера, поселитатора, куратора, коуча, там, 33 названия можно придумать. Человек, который создает образовательную практику, какой-то, создает образовательный опыт. Мы помним в какой-то момент, что это вообще не позиция этого человека, это позиция человека, это того, который забирает. У нас есть, знаете, утверждение, она очень наглая с точки зрения, опять же, методологии, и можно про него много спорить, но мы говорим, что научить никого нельзя. Можно только научиться. Это любопытно. Ну, то есть, фактически, как бы ты сейчас вокруг не прессал, вот, если не надо, не пойдет. Сколько угодно, там, бизнес-анимация или заниматься, не пойдет. Это очень любопытно. И сейчас мы покажем, ну, несколько шагов, которые пришли, скорее, из нашей, из нашего опыта практики, огромной просто практики, которую мы аккумулируем, собираем. Я в день выступаю по два-три раза. Ну, то есть, я веду занятия по два-три раза. Опять же, занятия в широком смысле слова. Создаю какие-то образовательные опыты в разных организациях. Вот тут, как минимум, раз-два, я вижу три человека из разных организаций, где я создал какой-то интересный образовательный опыт. Да, и у Тимура тоже самое. Да, у Тимура вообще целая компания, которая этим занимается. В этом во всем мы просто выкристаллизовали, что называется, какие-то шаги. Три-четыре шага, там, ну, сейчас посмотрим, с чего они состоят, которые всего лишь, что называется, point of view. То есть, некоторый взгляд на то, какую позицию мы можем занимать, как ее занимать, как себя ставить в том состоянии, когда тебе не страшно, ты уже готов что-то шагать, забирать, интегрировать и двигаться со всем этим дальше. Чтобы просто было хорошо. А чтобы ты каким-то образом попадал из этой пустыни в тот самый рай, в котором ты можешь нормально дышать. Буквально перед тем, как шагнем в эти самые четыре этапа, в какой-то момент мы начали сталкиваться с интересной такой, не знаю, проблемой, не проблемой, но явно какой-то нестыковкой по понятиям. По понятиям. Боже, как страшно. В общем, что-то не билось, потому что когда мы, например, говорим слово, ну вот же, образование, у людей в голове возникают какие-то свои образы. Мне даже интересно, вот у вас, когда я говорю слово образование, что в голове возникает? Образование это что? Школа. Школа, класс, что еще? Любое получение знаний. Любое получение знаний, класс, что еще? Рост. Рост, прекрасно, что еще? Диплом. Диплом. Пауза после диплома. А потом, что еще образование? Шесть. Вся жизнь, образование. Класс, что еще? Новые возможности. Новые возможности, класс, что еще? Образование. Это же какой-то такой понятный... Система знаний. Система знаний. Интерес. Деньги. Деньги. А деньги с какой стороны? Возвращение. 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 Ну, какой у тебя попас внимания? Окей. Интересно то, что когда по многим исследованиям к людям просто не в такую прекрасную, подготовленную, прокачанную аудиторию, которая пришла на странную лекцию под названием «Зачем учиться? Учиться?», а если просто выйти на улицу, например, и начать спрашивать у людей, с которыми ты встречаешься глазами, друзья, а что такое образование? Мы начнем слышать примерно одинаковый набор слов. Ну как, образование — это школа, детский сад, вуз, второе высшее, MBA, аспирантура, ну а еще это, не знаю, курсы повышения квалификаций, ну кто-то особо крутой скажет, ну это MOOC. Или это онлайн-образование, это HAN Academy, то есть это какое-то институционализированное получение знаний. Это означает, что есть какая-то группа людей, которая придумала о том, какую цель тебе важно создать, какую цель тебе важно достигнуть, и в общем они тебе это предлагают, а ты такой приходишь, выбираешь и говоришь «А, значит я хочу быть, ну не знаю, финансистом». Это мое базовое образование. Мое базовое образование — я финансист, финансы и кредит, я не помню номер этой специальности, но в общем какая-то специальность. И внутри этой специальности есть какой-то конгломерат каких-то курсов, каких-то знаний, каких-то слов, которые мне передавали, каких-то навыков, и вот все вместе это как будто бы про финансы и кредиты и про конкретного человека. Но возникает вопрос, а когда мы говорим про образование, это что, только это или что-то еще? И здесь вы начали говорить те самые слова, ради которых мы заходим в этот челлендж для нас, когда мы заходим в дизайн образовательных программ, а на самом деле для нас это не совсем дизайн образовательных программ, для нас это дизайн образовательных опытов. Мы так и не договорились по поводу этой формулировки названия курса, поэтому это все еще дизайн образовательных программ, но для нас это дизайн образовательных опытов, история, в которой каждый момент, каждый шаг, каждая история про кофе или каждая подобная лекция может стать элементом твоего собственного образования и развития. И выбор возникает у каждого человека, который заходит в каждый шаг своей жизни. Я воспринимаю то, что со мной сейчас происходит как опыт и как образование или нет? Прямо сейчас я воспринимаю то, что со мной происходит как опыт и образование или я выбираю прямо сейчас это воспринимать как ошибку, как результат, как данность реальности, как странный треп каких-то двух людей на стульях. Я не знаю, как это можно воспринять, но точно каждый опыт можно воспринять как свое образование, предполагая то, что в этом опыте есть я, есть он, есть что-то, что происходит и есть тот мой фокус, с которым я собираюсь двигаться дальше. Исходя из этого, мы и разбираемся с образованием вообще и образованием внутри крупных компаний, с образованием с подростками, с образованием вообще. Потому что чем дальше мы идем, тем больше это представляет собой не какой-то набор институционизированных, понятных блоков или курсов, а просто постоянный поток получения информации и каким-то образом структурирования ее к себе в голову. Опыт, красивое видео, да. Кто смотрел? Кто знает, кто это вообще? Кто знает, кто это? Отель, хорошо. Тейла Свифт, спасибо, браво, да. Знаете, мы когда подбирали это видео, у нас была такая идея, так, ну мы сейчас выберем кого-то, кого точно узнает зал. Засада. Провал. Провал. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Я не люблю кардио. Активити плейлист. Работа. Работа. Хасштег. Гимфло. Дрейк и футер. Хорошо. Вау. 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 Ага, я думаю, что... Кривляние. Кривляние. Класс. Точно да. История про преодоление, про что еще? Кривляние. Про кого? Кривляние. Для нас, мне кажется, это видео про образование, да? Вот так вот выглядит образование. Если ты умеешь образование воспринимать как опыт. То есть, каждую минуту своего существования, как бы странно, она не выглядела в падении. И после этого падения умение петь песню дальше, потому что у нее действительно сейчас такой приоритет. Мы, кстати, когда смотрели это видео, первое, что я спросил Тимур, а как они это сняли? Потому что Тимура близко к теме театра, съемок. Он думает, да, как они это сделали? Да, и как она осталась? Сколько стоит ее страховка? Это меня до сих пор, правда, не отпускает этот момент моего образования. Я не представляю, как можно было договориться с Taylor Swift. Это стажер, это графит, это дублер, или вообще motion capture. Я не знаю, что это, но это прям супер круто. При том, что, опять же, понимаете, что после... Понимаем, что все хорошо, это реклама, маркетинг. Все хорошо. Вот эта вот история. Для нас это хорошо характеризует, что и она упала, и дальше поет. Просто потому что у нее есть сейчас что-то важнее. Она, скорее всего, из этого научится, ну, как бы и так далее. Для нас шаг номер ноль, это именно номер ноль. Это просто позиция, которую ты занимаешь, если ты вдруг неожиданно хочешь эффективно учиться, для себя эффективно учиться. Каждое такое падение, будь даже не падение, это все, что было до падения и после падения. Умение воспринимать как опыт. И для нас вот это новое парадигмо образования, которое, естественно, мы красиво описываем в красивых документах, но это история про получение огромного количества опыта, и важно потом анализ этого опыта, да, того, чего нет в этом видео, но это то, про что мы потом, про то, что мы сейчас поговорили. Первая позиция. Все есть опыт. Да, она такая немножко, опять же, философская. Я хотел буквально здесь добавить, поскольку надо передавать микрофон, поэтому я, видимо, так буду делать. Ключевая история. Мы на самом деле не знаем, как правильно. Ну, в смысле, есть прекрасная академическая любая школа, есть прекрасный набор вузов, в которых есть правильное решение примера, есть неправильное решение примера. Если ты правильно решаешь пример, то ты, собственно, движешься дальше по вузу, ты получаешь правильные оценки, тебя поддерживают. Если ты ошибаешься, то, собственно, ты рано или поздно из вуза вылетаешь. И это подход. Он говорит о том, что так правильно, так неправильно. И кажется, с этим все в порядке, мы точно с этим не спорим. И мы не знаем, правильно ли это. Тоже, как бы, такой вброс для вас. Я не знаю, правильно ли это. Но я точно знаю то, что такое отношение к любому опыту, который у вас происходит, оно дает возможность расширить картинку источников нового образования с каких-то курсов до каждой секунды жизни. А дальше рассказ про мою любимую фигуру. Пару человек, она уже надоела в этом зале, но я буду все равно про нее рассказывать каждый раз. История про ромб. У нас, поскольку, опять же, мы корнями это из прекрасной практики дизайна мышления, дизайна мышления говорит то, что слушайте все процессы, вся деятельность, которую мы делаем, и так же, как и все, что у нас есть в голове, можно попробовать рассмотреть с позиции двух этапов. Первый этап – этап расширения, он называется дивергенцией. Второй этап – этап сборки, его называют конвергенцией. И в целом, опять же, допустим, все, что есть в практике, которое называется дизайна мышления, называется расширься, получай огромное количество новых опытов, а потом сконвергируй и посмотри, как этот новый опыт сделал тебя лучше. Еще раз, если можно назвать образование одним словом, это можно описываться красивым английским словом shift. Либо по-русски можно сказать создавать разницу. Пробовать каким-то образом сделать так, чтобы твое состояние сейчас было сильно отличным, а твое состояние буквально минуту назад. А это то, что мы называем образование. Смотрите, в чем сегодняшняя проблематика? Потому что чем дальше мы идем на своем опыте, если еще вдруг есть здесь люди, которые занимаются всю жизнь одной и той же профессией, нету, нет, ну несколько человек, да, ну окей, да. Вот те, кто уже давно зашел, знаете, в какой-то момент, в такую точку, что я профессионал, походу, я в этом разбираюсь. Вот чем дальше, тем сложнее то, с чем мы постоянно сталкиваемся, тем сложнее понять то, что бывает по-другому. Это называется позиция такой, знаете, крайней конвергенции, когда ты стоишь вот в этой вот, вот в этой части, ты уже знаешь, как все собрано. Ты имеешь представление про то, как мир работает. Знаете, вот человек более такой с конвергентной позицией, он всегда говорит, я знаю. Это позиция такого человека уже, знаете, в хорошей должности, потому что если он скажет, на всякий случай, имея эту должность, я не знаю, если я начну сомневаться, вот за столом сидя, красивым дубовом в его суперкомпании, то ли место он занимает, потому что он сейчас не знает, а его профессия знать. Это естественная маска, в которую человек залезает, приходя в каком-то опыте, его каждый раз нужно говорить то, что я знаю, я знаю, я знаю, и это же становится его самым главным ограничением, потому что он не позволяет никакому новому опыту зайти, потому что он сейчас сфокусирован на вот этом, и все остальное для него становится просто не важным, не нужным, видели, знаем, и это есть прекрасные люди, которых мы тоже берем постоянное глубинное интервью или что-то еще, читаем, про них называется эксперт. Но позиция эксперта, его же позиция не все знать, на самом деле, иногда кажется, что его позиция говорит так, почему у вас что-то не получится, он на то и эксперт, на всякий случай, да, эксперт по образованию, эксперт еще почему-то, вот, он всегда говорит, почему что-то не получится, поэтому позиция жесткой конвергенции. Окей, есть альтернатива, напомню то, что это естественно выработанная позиция, потому что в этой позиции ты защищаешь свое право на существование, потому что есть огромное количество, которые доказывают, что так, это так, потому что ты пришел в ту точку, в которую ты должен прийти, исходя из своих установок убеждений, поэтому для тебя это сработало. Самое важное, что никто не сказал, что это сработает в будущем, то есть в целом это же позиция про прошлое, весь опыт это всегда позиция прошлого, это важно. Кто сказал, что так будет в будущем? Непонятно. Потому что никто не сказал, что так оно и не будет в будущем, это тоже важно. Есть простой вывод, может быть, как угодно в будущем. И как мы можем сказать то, что исходя из предыдущего опыта, судя по прогнозу, скорее всего, дальше будет вот так. Возможно, это первый вариант, а второй, а может быть, по-другому. И вот это вот именно честное отношение к тому, что, а может быть, по-другому, в смысле, может быть, действительно и так, оно позволяет тебе быть в первой точке, в позиции такой открытости, позиции конвергенции, когда ты понимаешь, что в какой-то момент времени вот это было правильно, и все хорошо, этот мир, его не надо рушить. То есть вот без вот этих вот революционных ожиданий про то, что все перечеркнули предыдущий опыт, все это глупость и так далее. Нет, не вот это вот. Вот есть единый опыт, и вроде он работает. А что если, и это самый главный магический вопрос, который ты начинаешь себе задавать, есть какая-то альтернатива? Как только ты впускаешь в себя этот вопрос, то неожиданно тебе становится возможным огромное количество других вариантов. А что если музыка сверхуиграющая, это лучший опыт, который ты можешь сейчас получить? То есть понятно, что как бы в позиции сна бас, слушайте, ребята, я все в британке преподаю, вот как бы ничего не могли продумать по музыку, вот, ну еще что, корабль, там, еще людей так мало. Вот, ну, да, это первая позиция, которую можно занять, да. А тут позиция, так, окей, крутой опыт, да, посмотрим, что можно с ней. Так, пошутить про то, что это транс, или пошутить то, что это, ну, самое неудачное место, чтобы проводить лекцию, да, или сказать, блин, как круто, человеки, мы на корабле. У меня никогда не было опыта проводить лекции на корабле. Да, видите, смотрите, я же просто играю с позициями, которые занимаюсь. Просто во втором случае я становлюсь более открытым, я начинаю всю информацию вокруг себя поглощать в свой опыт. Я понимаю, просто есть способность эту историю поглощать, потому что на другой позиции я просто, я знаю, как образование делать. Что тут рассказывают. Ну, вы не понимаете разницу. Самый отличный вопрос – это вопрос о, что если. Буквально вчера вечером, сколько? Четыре часа. Часа четыре разговаривали с Дерек Брин, Дерек Брин, его в этой аудитории знает, это прекрасный преподаватель из MIT Media Lab. Серьезно, мы в статусе немножко повысились, когда я сказал MIT. Хочется сразу так сесть поровнее. Да, да, да. Так вот, нам повезло, он преподает в Британке, и мы вместе преподаем. Но опять статус повысили немножко. Мы вчера четыре часа, нормального времени нас тратит, разговаривали про то, что если бы можно было совершить одно небольшое изменение в образовательной системе, в глобальном образовательной системе, что бы это было. И по сути четыре часа мы делали просто бешеный брейншторм. Посмотрите в Facebook эти дурацкие фотографии, когда мы все столы разрисовывали, отвечали на этот вопрос. Он говорит, слушайте, круто. Есть вопрос. Как вы думаете, что это могло бы быть за одно изменение во всей образовательной системе? Одно. Если предположить, что у вас есть возможность прямо сейчас, вот просто вот так раз, и оно произошло. Какое бы одно изменение во всей образовательной системе вы бы совершили, считая, что именно оно приведет к тому, что все изменится к лучшему? Убрать еще три. Убрать три. Раз. Революционный путь. Еще. Убрать баллы. Убрать баллы. Да, отлично. Без домашних заданий. Без домашних. Убрать оценки. Без оценок. Убрать деньги. Убрать деньги. Коллеги, давайте что добавить. Что убрать, поняли. Давайте добавим что-то. Я прям ждал этого момента, когда все уберут. Все уберут. Что останется? Добавить характеристический опыт. Добавить опыт. Мария, спасибо. Медитацию. Что? Медитацию. Медитацию везде. Так. Еще. Добавить преподавателей, которые любят свои предметы. Судя по всему, создать таких преподавателей. Шаг 1. Окей, еще. Практиков. Практиков. Тех, кто практиковал, чтобы они преподавали. Ага. Давайте обратимся к знакомым людям еще. Светлана, вы как думаете? Светлана. Светлана, что бы вы добавили в систему образования? Понятно. Что бы она стала... Смущение добавила бы Светлана? Окей, еще. Человеком на этот процесс везде. Человек? Не дай бог эмпатию, да? Да. Так, еще. Эмпатия, прости господи. Прости господи эмпатия. Прости господи взаимоштения. Окей, вчера Дерек появился информацию, которую вот они там в лаборатории... На лаборатории или... В них, да. Он сказал, слушайте, самое главное это делать так, чтобы ученики умели задавать более глубокие вопросы. И представляете себе, вот на это уникальное знание было потрачено 3 года исследования нескольких десятков миллионов долларов. Одно изменение? Одно изменение. Ну, то есть, это тоже ответ. Смотрите, мы же говорим, что это правильный ответ. Это одно из мнений, которые существуют. Но это уже другой вопрос. Взято так, чтобы просто задавали, а как это сделать? Это еще 3 года исследования уже потратилось. Поэтому, чтобы изменили, сделали бы так, чтобы было умение задавать более глубокие вопросы. Иногда нам кажется, что в нашей системе просто задавать вопросы было бы неплохо. Иногда более глубокие. Один из вот этих вопросов, которые есть, которые для нас всегда магией, он простой. Вот этот вопрос, а что если? В позиции ноль, а что если? Может быть по-другому. А что если эти ребята сейчас могут говорить что-то интересное? А что если вот это все пойдет мне сейчас на пользу? Что будет тогда? Представьте себе сейчас, визуализируйте в своей голове то, что у вас есть опыт, и он лежит в таком мешочке. Вообще, способность собрать свой опыт в какой-то мешочек, это уже офигеть какой навык. Смотреть на себя со стороны, например. Я вот собрать его мешочки и сказать, окей, здесь есть место, здесь может создаться еще один новый мешочек, нового опыта. Вот это вот создание этого мешочка, это есть вопрос, что есть? А что если у меня есть еще место, я могу туда создать что-то новое? Это шаг номер один, но это, напомню, шаг номер ноль, воспринимать все как опыт. Первый как опыт, потом позиция, а что если я могу сейчас создать для себя что-то новое? Двигаться дальше. И знаете, что самое интересное? Поскольку Саша уже попрактиковался в том, что это все роли, можно занять роль учителя СНОБА из Британки, можно занять роль человека, который воспринимает весь опыт. И человек, который воспринимает все как опыт, это же тоже роль. Ну, то есть, очевидно. И у этой роли определенно есть бонусы. Например, возможность в этот мешочек напихать все больше и больше разных опытов и их каким-то образом потом отрефлексировать. У этого есть возможность и бонус того, что все, что происходит, это неплохо и нехорошо, это просто происходит. Отсутствие такой оценки, оно дает возможность безэмоционально посмотреть. А если безэмоционально, значит, больше увидеть в нем. Определенно да. А как вы думаете, какие в этом потенциальные минусы? Ну, то есть, у любой роли есть минусы. Если я воспринимаю все как опыт, что в этом плохого? Можно распылиться. Можно распылиться и что? И не концентрироваться на главную. Не заметить главную. И это опыт, и это опыт, и это опыт. И такая жизнь, прекрасный опыт и боли, и вообще замечательно. Ну, в целом, да. Что еще? Какие еще потенциальные минусы? Приспособление происходит к любой ситуации. Приспособление к любой ситуации. Что это значит? Ну, это значит, что когда все-таки можно было бы найти какие-то новые решения, и ты такой, ну, это опыт, окей, в нем тоже у торопа. А может быть, как раз пассивность, которая приседается в какой-то ситуации, потому что у тебя уже такой шаблон, это опыт. Как оправдание, что ли, какое-то? Смотри, есть еще обратная сторона, называется изобретатель велосипед. Мне и так понятно, как взять кружку, как держать микрофон в целом. То есть, мне не надо опять сказать, так, а что если это будет сейчас? А что если это вот так, вот так, вот так? С какого расстояния он будет говорить? Наращиваешься или, наоборот, эфирируешься? Класс! Спасибо! Спасибо! На самом деле, вот, все наше сейчас еще раз обсуждение. Угу. Была идея? Про то, что есть как будто бы два полюса. В одном полюсе я точно знаю, как надо. И это важно, потому что это позволяет структурировать. А с другой стороны этого полюса я вообще не представляю, как. То есть, мне надо сейчас выйти на эту сцену, сесть на какой-то стул. Боже, как это будет? Он шатается, он прыгает еще. Как мне с этим? А еще мне нужно сейчас начать говорить. А с чего мне начать? А как бы я мог подстроить эту речь? То есть, это второй полюс. Я вообще ничего не знаю. И туча нет бесконечных позиций между этими вариантами, которые позволяют выбирать подходящую под каждый конкретный опыт. Как хороший менеджер сейчас надо сказать, так, а мерить как будем. Ну то есть, знаете, есть вечная проблема в том, что любой опыт, ну по-хорошему, особенно если ты его, ну пытаешься институализировать каким-то образом. Типа там создать эту образовательную систему, корпоративный университет, вуз, ну что угодно, там атернативное образование или как там условно какой-нибудь видраж провести, да? Как такую историю сделать, да? Ну то есть, а какой будет результат от этого, ну, постоянного вечного гибкого восприятия, что все и все вот непонятно как будет мерить. А нужно постоянно мерить. Есть ответ как? Есть ответ о том, как относиться к подобным образовательным выводам. Я, Александр, очень давно задавалась этот вопрос. Я тоже все анализировала. Я думала, я правильное дело делала, это не неправильное. Я поняла, что вывод правильный, с вами был бы тогда, когда я довольна тем результатом, вот от того вывода, который я сделала из опыта. Ну вот, а если касается того, чтобы не расстреляться, вот, нужно опыт воспринимать относительно то, что вы проводите свои. То есть не на все обращение внимания, а вот на девушке сделала, то есть мы все равно, что нет, и не точный, и не разбрасывается. Супер. При этом, можно чуть-чуть добавлю со своей колокольни. Скажу, что, ну, в основном есть два варианта. Первое – мерить относительно системы, в которой ты существуешь. Ну, типа, в этой системе считается то, что вот столько-то ошибок в твоем сочинении – это пять, это три, это два. Ну, то есть четыре, три, три, два, и выйти из класса мальчиков. Да? Вот это вот может быть первая история. Вторая история. Я могу померить, исходя из успеха, что в моей системе координат считается успехом, в моем обществе считается успехом. Там, деньги, автомобиль, домик здесь вот недалеко в центре, да? Какой-то. Мерить относительно той системы, в которой я существую, в которой это принято. Это относительно тех корпоративных знаний, которые есть в нашей прекрасной организации, которая написана в прекрасном корпоративном вот этом вот томике, по-моему, того, что такое хорошо, что такое плохо. А позиция номер один, да? Позиция номер два, про которую мы сейчас говорим больше – это называется мерить относительно себя. То есть, что для меня хорошо и что для меня плохо, да? Это вот самая честная позиция, максимально субъективная. Для этого есть инструмент. Инструмент, он выглядит где-то так. Вот так выглядит инструмент. Вот. Кто-то может вспомнить сейчас учебник биологии. Может быть, даже продвинутый учебник биологии. МГУ Геофак. Кто-то здесь, например, я знаю. Там вот учили изучать очень подробно растения в том числе. И вот этот второй шаг, который есть, называется шаг инвентаризации. И тут я введу прекрасный термин, который знают студенты предыдущего нашего курса, январского дизайна образовательных программ. Он называется цветочек. Прекрасный умный инструмент. Называется цветочек. Цветочек не нашего. Дополнение. На самом деле, смотрите, это просто красивый образ, который пришел в какой-то момент, когда мы изучали разные образовательные системы, и в том числе изучали людей, которые подходят либо не подходят в какую-то образовательную систему. Есть такой прекрасный инструмент, называется карта эмпатии, когда мы изучаем человека, для которого мы что-то создаем. Неважно, продукт, сервис, что угодно, в данном случае строим новую образовательную систему. И помню, что есть какой-то образ, в данном случае как раз пришел цветок, с помощью которого можно попробовать описать, во-первых, себя, во-вторых, ту образовательную систему, в которую я либо соглашаюсь улететь, либо это явно не про меня. Значит, представьте себе цветок. Цветок, да? Все представили? Цветок из чего-то состоит. Понятно, что там много из чего состоит, и есть много разных видов. Но сейчас вот как человек не с тем самым образованием, а с образованием экономическим, который хочет все постоянно померить, изучить и так далее, я скажу то, что у цвета есть корни. Ну точно они там есть. И корни, это значит такая метафора ценности. Представьте себе то, что у любой образовательной системы, это сейчас такое наглое утверждение, есть некоторые ценности, которые она транслирует. Сейчас не будем глубоко, ладно, уходить в дискуссию, что такое ценности, ну потому что мы тоже можем закопаться, методологически в том числе закопаться можем, то есть это будет сложно. Мы ответим очень просто. Ценности, что для меня важно, что такое хорошо и что такое плохо. Любая образовательная система, любой образовательный опыт, даже мы, который сейчас в Тимуром создаем, мы каким-то образом транслируем, что для нас, то есть в нашей системе координат, хорошо и плохо. Школьная система что-то транслирует. Особенные школьные системы, типа как частная школа сейчас, да, строится закрытая с очень образовательными, своими интересными образовательными опытами, со своими ценностями. ВУЗ, альтернативный ВУЗ, современный ВУЗ, например, британская высшая школа дизайна, да, тоже определенно транслирует, что такое хорошо и что такое плохо. Она каждый раз тебе диктует некоторую систему координат, в которой ты можешь быть согласен или нет, важно, что она есть. Это первое, что нужно не металлизировать. Первое, понять, куда ведет тебя эта система. То есть, что она определяет как систему координат. Второй элемент, это собственно стебель у цветка, который задает тебе некоторое направление. Ну, условно говоря, после получения этого образовательного опыта, ты совершишь, ну, некоторые движения в ту сторону. Ну, условно, там, после года обучения на курсе дизайн-менеджмент, да, как у нас в Британке, ты станешь классным дизайн-менеджером, который будешь точно знать, что эмпатия – это хорошо, исследование – это хорошо, разрабатывать продукты надо так, потом надо это вот так вот управлять, и вообще инновационные агентства в Лондоне не только так и живут. Ну, типа, будь таким же, да, поднимай российскую экономику, условно говоря. А, ну, пример курса, который продлилывает определенные ценности и задает некоторые направления. И любое, любой экшен, который происходит, если мы умеем его использовать как копок, это то, что тебе задает некоторое направление, и его тоже нужно элементаризировать, смотреть, куда это тебя ведет. Вторая – это самая понятная часть, которая всегда присутствует в огромном количестве образовательных стандартов, и кто-то называет это там зунами, ну, кто-то как-то еще, это то, что, условно говоря, наверху еще и цветочка – это некоторое количество стебельков. Я сейчас очень нагло скажу то, что они могут быть двух видов. Например, это, знаете, более жесткие навыки, ну, типа, там, кто должен уметь, не знаю, что-то правильно считать, правильно подчеркивать, делать крутые исследования, ну, и так далее, и тому подобному. И то, что называется красивым условным – soft skills. Например, навыки коммуникации, презентации, ну, еще что-то там, что все это хорошо поддерживает. Опять же, извините, что буду приводить пример, который мне наиболее понятен – курс дизайн-менеджмента, где, типа, говорят, что ты должен научиться делать исследования, для этого тебе нужно понимание того, как это делать с аналитической точки зрения и как с филистической точки зрения. То есть, разбирать на огромное количество частей с одной стороны, с другой стороны, просто стоять в душе и пришел инсайт. И ты должен уметь это делать. Потому что взаимошнение – оно про вот это, вот сочетание и того, и того одновременно. При этом это все сопровождается энным количеством soft skills, в которых говорится слушатель, для того, чтобы делать классное глубинное интервью, ты должен быть классным слушателем. Ну, типа, два уха, один рот, возможно, это не просто так, что-то в этом такое есть, задуманное, ну, и так далее. Некоторое количество там скиллов, типа, презентаций, типа, навык быть гибким, умение подхватывать, умение импровизировать, ставить позицию, да, и, возможно, что за бред он несет, ну, ладно, попробую. То есть, вот такие вот позиции, которые вырабатывает, допустим, курс наш большой. То же самое, как у нас, допустим, на дизайне образовательных программ, на нашей программе с Тимуром, у нас есть точный очень soft skill, который называется «Быть всегда в позиции дивергента». Ну, то, что я до этого рассказывал, постоянно быть в такой позиции. «Так, куда они меня тащат?» «Ничего не понимаю, но, может быть, что-то из этого получится через 9 дней», говорю о себе. Вот. И как раз курс заканчивается в этот момент. Да, потом жизнь. Вот, ну, понимаете, да? Смотрите, еще раз. Есть некоторый набор навыков скиллов, как угодно, каких-то более жестких, более мягких, там, условно-коммуникационных. Есть направление, куда тебе все это образование системы тащит. Есть некоторые ценности, которые на тебя транслируют. Это называется инвентаризация того опыта, который тебе предлагают. Там в позиции, что, а, все есть опыт, б, я сейчас позволю себе совершить это открытие, то есть, а что если здесь тоже есть что-то интересное, а что если я найду здесь для себя что-то неинтересное. Я начинаю анализировать, куда вся эта система меня ведет, а значит, то, что я могу каким-то образом мерить. А теперь важно, мерить относительно чего? И тут переходим в позицию «я». В позиции «я» с любопытным можно найти те же самые элементы и применить тот самый инструмент, который называется «карта эмпатия», для себя конкретно. Сейчас сложные будут философские вопросы. Кто я? Куда я иду? Что я умею? Что хочу? Ну, по сути, это тот же самый цветок. Мы в индукторах есть некоторые ценности. Я, скажем, в момент времени могу ответить, что у меня хорошо и что такое плохо. Это не значит, что это фиксированные ценности, да, мы живем в концепции того, что мы постоянно находимся в постоянном развитии. Здесь сейчас я отвечаю так, завтра могу ответить чуть-чуть по-другому, таким образом я развиваюсь. То есть, а, какие-то мои ценности. Б, какое-то мое направление – это степли цветка, да, куда я сейчас иду, и С, то, что в вот этом вот самом цветке с лепестками, что я сейчас умею. Соответственно, понимаете, да, тот еще вызов, да, уметь отвечать себе на эти вопросы, быть настолько глубоко в себе. Ну, собственно, хорошо анализируя себя с этой позиции, да, ценности, куда я иду, что сейчас умею, и соотносить тот цветок образования, который тебе предлагается, в этот момент ты можешь сделать самый интересный выбор, про который сейчас будет рассказывать Тимур. Но при этом шаг один, шаг до, я бы сказал, до вот этой истории, любопытно, хочу сделать акцент на том, создать некоторые тренды в образовательных системах, которые сегодня строятся. На наш взгляд, раньше была точная парадигма, то, что есть твой цветочек образования, ну, есть ты как цветочек, есть какой-то цветок, который тебе отдаются. Тебе говорят, забудь про свой на новый. Видите эту картинку прекрасную, в которой там дети приходят с такими разными баблами, такой разной формы, и все обрезают одинаковыми. И типа все становятся квадратными. Ура! Есть образовательный стандарт. Он родился, да, все его освоили через 11 лет, да. Ну, то есть здесь хорошо описывается то, что в новой какой-то образовательной парадигме, который сейчас более-менее все пытаются нащупать, то, что объединение этих цветков дает не из первого, второй, а третий. Потому что каким-то образом образовательная система обогащает людей ценностно, по направлению, и как-то навыково. То есть получается, какой-то третий цветочек, у которого есть какие-то свои особенности, которые базируются на первом цветочке и на втором цветочке, а по факту становится некоторым третьим. И понятно, что от этого выигрываете сам человек, что какой-то момент интегрируете своими глазами. И вот вот начинается ровная история про рождение образовательных методов, которые могут создать такой образовательный опыт, который позволяет эту историю интегрировать. С одной стороны, это про человека. Сейчас говорим, а с другой стороны, образовательная система. Мы вот преподаем у администрации Школы искусств Москвы. Представляете, да, в Москве есть Школа искусств? Кто знает, что в Москве есть Школа искусств? Но есть Школа искусств, там учат музыки, художки, танцы, но еще много чему. Вот на всякий случай образовательные стандарты, метод был написан очень-очень давно для этих школ. И, к сожалению, часто позиция методолога в этой школе сохранить этот метод. Когда я сейчас описываю эту историю про то, что получается новый сток образования, исходя из этого, мы должны каждый момент времени пересматривать, как метод будет жить по-новому, исходя из того опыта, который сейчас был получен с помощью учеников благодаря этому году. Как я могу пересоздать свой метод? Сейчас я ушел немного в сторону, я уже начал разговаривать про образовательные методы, где место, где рождение их новое. Тем не менее, вот этот второй шаг до шага позиции открытия и до позиции ноль, что все есть опыт. Я говорю, что мы должны уметь именитаризировать, чтобы потом понять и посчитать, собственно, вот эти все ценности, которые траткируются сейчас, это направление, эти навыки, которые мне дают. Это все про меня, а не как соотношение с моими. Мне точно туда. Я точно готов потратить этот вечер год, пять лет на то, чтобы вот эти ценности, они были соединены и обогащены друг другом. И, на самом деле, обратите внимание, к текущему моменту, вы помните, про что мы, да, проговорили? Позиция ноль. Мы выбираем относиться к тому, что с нами происходит в каждый момент времени, и уж тем более внутри образовательного учреждения. Все, что там происходит, это некий опыт. Он какой-то. Например, мы в команде часто работаем с подростками, к нам приходят люди, ну, представьте себе, замечательный возраст, 12, 13, 14 лет. Это те прекрасные люди, которые, если доходят до школы, в тот момент, когда они там оказываются, им не нравится там примерно все. Начиная от учителей, заканчивая самой школой, и они не очень нравятся друг другу. А когда они нравятся друг другу, то это еще больше геморрой, чем если они не нравятся друг другу. То есть это огромное количество узловатых, угловатых, каких-то таких колючих штук. Так вот, представляете себе, оказывается, эти ребята прекрасно умеют учиться на скучной математике, если вдруг на скучной математике они начинают воспринимать эту скучную математику как какой-то опыт, и у них возникает какой-то внутри фокус. Так, брррр, сейчас, сейчас, сейчас. Вот это вот какая-то математика, но внутри всего этого я прямо сейчас исследую мои отношения с вот той вот девочкой. Сейчас идет математика, там дают какую-то формулу, мне хочется спать, но при этом что происходит со мной и с той девочкой прямо сейчас. И вот в тот момент, когда ребенок, не говоря уже о нас, взрослых людях, научается ставить себе собственные интересующие его фокусы, прямо сейчас я сижу на какой-то лекции, а что происходит с моим отношением и вот той вот девочкой? Как я это сейчас чувствую? Что сейчас со мной? Или когда я нахожусь здесь, и на самом деле меня интересует, не знаю, урок по гитаре, который мне предстоит завтра утром. Что у меня прямо сейчас за гитара? Я здесь, я разговариваю, я иду, но то, за чем я наблюдаю, на самом деле, оно про мое обучение гитаре. И так далее. В тот момент, когда у нас возникает эта штука, мы начинаем двигаться дальше, и воспринимаем каждый из любых опытов безоценочно, и вытаскиваем из него какие-то зерна для себя. Опыт, открытие, исследование. И в этот момент мы сталкиваемся с точкой про выбор, потому что, черт побери, а как мне выбрать этот фокус? Ну, в смысле, их же бесконечное количество. Когда я прихожу в школу, мне, по крайней мере, говорят, здесь математика, смотри, здесь исследование, здесь история, здесь алгебра, здесь, я не знаю, история про географию. Когда я прихожу в вуз, мне говорят, смотри, в общем, ты будешь финансистом через пять лет, а для этого тебе нужно А, Б, Ц, Д, Е, Ф. И в этот момент я им говорю, люди, я вам верю, все так, и иду за ними. Но что, если я не иду за ними? То тогда что? Тогда мне что, самому, что ли, цель определять? Тогда мне что, самому, что ли, собирать вот эти вот наборы элементиков каких-то, каких-то микроопытов или больших опытов? Что мне тогда вообще делать-то с этим? Возникает вопрос. Ведь если не за меня решают, куда мне идти, если не за меня решают, чему мне учиться, если не мне предлагают готовые курсы, это означает, что я их сам формирую для себя. Из тех опытов в жизни, окей, из HANA Academy, окей, из Coursera, окей, из Seattle, ну то есть откуда угодно. Да, конечно, у меня расширяется карта, но как я этот счет выберу? Ведь, в конце концов, если я решил стать финансовым менеджером, у меня есть конечный набор вузов в Москве. Качественных вообще мало. Если я решил стать дизайнером в Москве, то есть, конечно, Нью-Йорк, Лондон, но Москва поближе, в Москве есть британка, и как бы, ну вот тебе весь выбор, берешь и учишься. Или, если я решил стать музыкантом, то, конечно, есть Лондонская академия, конечно, есть Нью-Йоркская академия, но в Москве есть раз-два-три школы. Очень понятный, ограниченный выбор. Но стоит подставить под сомнение всю эту систему, и возникает то самое внутреннее напряжение, с которым каждый из нас сейчас сталкивается. Это не внешнее напряжение систем. Мы приходим, например, в департамент культуры, эти самые замечательные люди, которые учат, они классные. И вот мы с ними разговариваем, и они вроде бы как будто бы выступают в качестве ограничивающего инструмента. В смысле, ну нет, у нас такая программа последние 70 лет, мы не будем ее менять. Окей, хорошо, она такая же. Но что, если ее нет? То что тогда делать детям, которые пришли изучать скрипку? Они что, сами себе будут придумывать здесь сольфеджи, здесь в общем что-то? Нет! Как они этим будут пользоваться? И здесь мы уперлись вообще в одну фундаментальную штуку. Люди, мы редко понимаем, как мы вообще выбираем хоть что-то. Ну то есть, как вы выбрали здесь очутиться? Вспомните это. 30 секунд. Даже не надо говорить, просто вспомните, как вы выбрали, в какой момент здесь очутиться. Это был маркетинг, определенно. Ну то есть, конечно. Но помимо этого, ведь вы же встретились с этой рекламой, а потом вы как-то приняли внутри... Да? Ну ведь да, как-то. Когда мы работаем с подростками, в этот момент у подростков возникают, нет, меня мама привела? Или нет, меня... Я вообще вчера, они мне сказали, что мы сегодня едем в мол за покупками, а потом вот 10 утра, и я здесь на каком-то странном тренинге, и вы говорите, что я с вами еще проведу 5 недель. Нет! Ну да, за тебя приняли решение. Вы взрослые люди в этом смысле. Вы, я надеюсь, как бы, тут нет нигде каких-то подвохов, но вы как-то выбрали здесь очутиться? Вот оно вообще. Очутиться как-то выбрали. И выбирая это, вы опирались как минимум на 2 водных, это было какое-то когнитивное решение, то есть вы о чем-то подумали, это была мотивационно-личностная сфера, спасибо Даше, это про то, что был какой-то набор ваших ощущений, кусок вашей личности был в этом задействован. А знаете, что самое интересное? Вот эта вся штука, она динамично развивается, в смысле в следующий раз, когда вы будете принимать решение идти на следующую лекцию, это, черт побери, вы будете думать по-другому, потому что хотя бы произошла уже эта лекция, вы будете чувствовать себя по-другому, потому что прошло день, два, три месяц, вы будете опираться на другие ценности, потому что, не знаю, вы увидели какое-то прекрасное видео про Тейлор Свифт и вдруг решили, что опыт важен. Все три штуки поменялись. В следующий раз вы решение будете принимать по-другому, черт побери, как выбирать. И вот это та фундаментальная штука, с которой мы столкнулись, потому что непонятно, нету золотой пули, нету такого... И, в общем, делай раз, два, три, четыре, пять, и ты точно выберешь. Ну как нету? В общем, конечно, это не золотая пуля вообще ни разу. Это просто некое предположение наше, и оно вроде бы срабатывает все, то есть какая-то теоретическая база, у этого получает всякий Леон, бла-бла-бла, в общем, неважно. Появляется академическая база, почему именно так? Но говорят, что когда ты что-то выбираешь, а мы сейчас говорим про выбор исключительно в контексте вашего собственного развития и образования. Когда вы формируете себе набор следующих опытов, которые будете готовы воспринять как образовательные, например, как эту лекцию, скорее всего, было бы полезно перед этим остановиться, так, бум, поставить точку на паузу, там, телефоны выключить. Может быть, даже музыку. Вот эту паузу повесить себе на секундочку. А потом из этого все поисследовать, например, внутри и понять, так, мои сильные стороны в текущем моменту такие, слабые такие, кажется, вектор мой туда, в окружении есть такие возможности. И из них из всех, вот я вроде бы сейчас хочу, сегодня у нас понедельник, да? 13-е, да? Число? Время было 8 часов, когда вы сюда зашли. Друзья, в Москве возможности на 8 часов 13-го июня как будто бы неограниченное число. Ну, правда ведь. Рестораны, кафе, лекции, тусе над нами. Ну, то есть, тучи вариантов. Но при этом выбрали как-то здесь. И так каждый раз. То есть, из этого бесчисленного множества вы как-то выберете одну штуку. Шаг 3. Потом вы, чёрт побери, это сделаете. С выбором в России обычно нет проблем с действиями из засады. То есть, есть наверняка какое-то количество лекций, на которые вы выбрали пойти, но не срослось. Сюда почему-то срослось. А потом вы как-то этим, наверное, поделитесь, например, с собой. Вы отрефлексируете, решите, знаете, вот там было это понятно, это полезно, это так себе. И в тот момент, когда вы будете это анализировать, вы, когда вы об этом будете рассказывать, по крайней мере себе, может быть кому-то ещё, вы неуклонно отрефлексируете, вы вспомните. И тем самым ещё раз пробежите по этой цепочке положительных выборов. Очень простая штука. Таким образом, в базе своей, опыты, друзья, образование как будто бы начинает трансформироваться в цепочку опытов. И это не то, что нам сильно нравится, в смысле, ну правда. По исследованиям, как его, Forrester Research, есть замечательная такая штука. В 2004 году, среднее время ожидания людей на магазине до загрузки страницы. Ну, представьте себе интернет-магазины. Кто из вас хотя бы раз был на интернет-магазине? Ну, поднимите руки, пожалуйста. Класс, почти все. Спасибо. В 2004 году, по их исследованиям, вы были готовы прождать 4 секунды до загрузки страницы. В 2007 году, как вы думаете, сколько по исследованиям времени? Две. В 2012 году Forrester не справился. Справился Google. Потому что среднее время ожидания клика и загрузки страницы, на которые готов сейчас пользователь, друзья, это две четверти секунды. Две пятых. Две пятых. Это меньше двух четверти, да? Это половинка. Две пятых. Две пятых секунды. И если хотя бы что-то на одну пятую секунду становится быстрее, люди уходят конкуренту. Две пятых секунды. Знаете, о чем это говорит? Мы разучаемся ждать. Нам нужно удовлетворение нашей потребности сейчас. Сейчас. И сейчас. И исходя из этого, ждать пять лет, пока вуз... Нет! Мне нужно научиться этому сейчас, чтобы завтра это попробовать, послезавтра понять, я хочу это дальше делать или нет, и начать в этом развиваться, или выбрать что-то еще. Так меняется наше восприятие в мире. Так меняется взаимодействие с миром. И если мы продолжаем относиться к образованию как к фиксированной штуке, которую ты зашел, за тебя решили, ты вышел, а потом еще, не дай бог, тебе гарантировали трудоустройство, буллщит. Так не бывает. История про то, что так или иначе это твоя становится все больше и больше ответственность. И... Просто ли это? Вообще ни разу. Это самая сложная схема, с которой мы когда-либо сталкивались. Правда. Но она сложная не по количеству шагов. Это вообще не rocket science, это не ракеты строить. Это все в вашей голове. И именно поэтому это суперсложно. Потому что это в вашей голове. А знаете, с чем сложнее всего работать? С самим собой. Ну то есть у Горация есть замечательная фраза. Осмейся быть мудрым и начиная, потому что начав, ты прошел уже полпути. Потому что 80% людей не начинает. И вот эта модель, она вообще очень требовательна к вам и к нам, тем, кто заходит в позицию ученика. Потому что она требует того, чтобы ты, а, понимал, где ты, б, понимал, что ты хочешь. Ну правда. То есть не в смысле работа, машина, дача, жена, дети. Это понятно. А что ты правда хочешь? Ну то есть правда. Вот если вот это вот все есть, то что тогда? Если есть миллион долларов на счету, то что тогда? Ну то есть правда. Потому что вот это вот все обычно неправда. Потому что когда к этому люди стремятся, обычно ну как-то странно получается. А вот когда стремятся к тому, что правда хочется, тогда получается по-другому. То есть получается для того, чтобы классно пользоваться этой схемой, классно было бы понимать, где я. Что у меня хорошо, что у меня не очень, чего я правда боюсь. Вы вообще за мной из чего боитесь? Но только не в смысле, ой, я не хочу туда смотреть, там темно, страшно. А правда, что вы боитесь? Или куда вы сейчас идете? Куда вы хотите попасть? Несколько таких глубинных личностных, психотерапевтических, гештальтистских, коучинговых, бла-бла вопросов, без которых, друзья, ну никуда. Потому что вы свою образовательную систему, свой образовательный вектор без понимания того, где я, как человек, прямо сейчас нахожусь, не построите эффективно. Вы снова прибежите в ту точку, из которой снова дальше придется бежать. И не в том смысле, что есть шанс гарантированной какой-то штуки, где вы прибежите, остановитесь и скажете такие. Я пришел. Я счастлив. У меня все есть. Мне больше никуда не надо. Маловероятно. Но есть шанс, что вы будете бежать по тому пути, в котором вам будет продолжать прикольно бежать. А не там, где, о боже, новый корпоративный тренинг, на который... Да ну нафиг, я туда не пойду. Почему? Да потому что тебя не прет продавать. Потому что тех, кому прет продавать, их прут пруди. В Яндексе очередь на тренинг трехлетняя. Почему? Потому что людям прикольно на этом тренинге. Потому что они хотят через это развить свой потенциал. Ну то есть, где я? Что я хочу? Как я выбираю? Готов ли я зайти в этот спринт? И когда я получу какие-то результаты этого спринта, буду ли я готов отрефлексировать честно и поделиться этими результатами? Я думаю, вот в это стоит зайти. Любопытно то, что вот все, что мы сейчас говорили про такое погружение в себя, анализ, вообще сейчас зайду с другой стороны. А иногда все это не нужно. Я это хорошо понимаю. Это мы сейчас как-то взрослые, начинаем вот эти философские рассуждения. Не дай бог опять же сказать слабосознанность. И начнется вот это все. Так, анализ, еще куда там, что-то цветочек сказали, анализировать, ценности, движения. Вот с детьми вообще по-другому получается работать, потому что это бесполезно, правда, это все говорить. Какие ценности сейчас, что он несет вообще? Вот я хочу сделать вот это. А ты говоришь, классно сделай. И просто, ну на самом деле, в этот момент там уже все произошло без твоих умных вопросов. Там уже все понятно. И в этом плане, почему вы видите такая позиция? Будьте как дети, пожалуйста. Каждый раз ты знаешь, что хочешь, идешь это делать. Без размышления, там, риски, что не получится, проанализировать, что я действительно хочу. Да, смотрите, это про заход в эту, ну, в эту же историю совсем с разных сторон. Сразу с позиции сделай и посмотри, что получится. А, поэтому сегодня говорится про практика ориентарного образования. Хватит нам лекции, давайте попробуем, потом снимем опыт и будем как-то двигаться дальше. При том, что возвращаясь к истории про то, а как мы всю эту историю оцениваем, иногда проще всего оценить, когда не хочется, ну, слишком, ну, заморачиваться, думать про это, там, и схемки рисовать. Иногда проще всего оценить всю эту историю глазами другого человека. Это очень любопытно. Собственно, последний шаг, который есть, он про интеграцию. Про то, что как вот это вот все, то, что я выбрал, сделал и поделился, он будет интегрироваться. Вот при тем, как интегрироваться, им нужно поделиться. И там есть особая магия. Мы сейчас ее про поговорим, но сначала попросим немножко задуматься над вот таким вопросом. Да? Мы сейчас рассказали что-то очень много всего, какими-то словами. Вот, сейчас 20 секунд. В тишине, если это можно назвать тишиной. В смысле, без наших речей. Себе здесь и сейчас ответить на вопрос, что важного, я проговорил, тем, кто не видно, что важного было для меня за вот этот вот час, сколько мы с вами разговариваем, да? Просто сейчас себе ответить на этот вопрос. Игра «Найди важное». Что было важного за эту лекцию? Для меня. Просто-просто себе внутри поотвечать. 20 секунд? 20 секунд. 20 секунд. 21 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 секунд. Теперь человека рядышком с собой нащупайте, пожалуйста Ну просто кого-то, кто рядом Которого можно посмотреть и сказать Я ничего от тебя не хочу, просто эти ребята попросили на тебя посмотреть И поделитесь, пожалуйста, просто обсудите, что было важно для вас Обсудите, что вы там надумали Можно не стесняться, я говорю, это просто упражнение Да, просто, просто, просто поделитесь Буквально 20 секунд Первый вопрос Дальше Поделитесь Дальше Поделитесь Качество Поделитесь Вот Одна Вообще Дальше Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, еще Субтитры делал DimaTorzok Да, это история номер один История номер два, вообще это магия слов Есть такое утверждение, что наше мышление ограничено словами Когда-нибудь слышали? Ну потому что слово, знаете, есть утверждение, что слово это редукция смысла Поэтому существует энзоклопедия, мы видим какое-то слово и там описание этого слова И мы для того, чтобы вместе с тобой общаться, мы сводим это к одному узкому значению Чтобы каждый раз не объяснять, что на нее есть выставка, эта бутылка А из стекла такая штука, а потом еще объяснение, что такое стекло Мы бы с ума сошли это каждый раз делать А тут мы хоп и все схлопнули, да, сконвергировали до какого-то точного значения Соотнесли каким-то образом это с собой И важно отдали другому человеку И тут обратить внимание в этот момент на ценность коллектива Почему говорят, ну то, что учиться в группе это в несколько раз эффективнее, да В том числе, потому что у тебя есть офигительная, извините, возможность Вот все то, что тот акт образовательный, который состоялся Его можно еще раз разжевать с разных сторон И вообще про другое посмотреть И возможно вот именно то, что там люди поделились Именно в этот момент лучшее образование произошло Вот здесь вот этот тумблер, он выкрутился на максимум Когда он серьезно, да, вот Конечно, они-то, конечно, чушь несли Но вот ты сейчас реально про то, что мне интересно сказал Да, и вот в этот момент, в этот момент торкает, да Это вот как усилить эту ручку Потому что потом, шаг интеграции, он написан в тех словах, которые показал Тимур Эту историю про Надо просто сделать и поделиться И в этот момент ты задаешься вопросом, окей, как это повлияло на мой опыт То есть интеграция же, она просто, окей, я это понял Я это сделал, и как это изменило мой опыт, да Какой новый виточек, какой новый мешочек я могу себе в опыт добавить И дальше опять встать в позицию опыта Потом позицию открытия Потом позицию инвентаризации Про что этот опыт будет, какие ценности он несет Выбор, а если это соотносится с моей ценностной картиной, да С моей карты эмпатии, с моим цветочком Опять же, делать, делать, поделиться И каким образом ты растешь и развиваешься Это называется таким умным антронимом PLN Personal Learning Network То есть собственная сеть, через которую я учусь Очень круто А по сути, весь процесс того образования, которое мы сейчас делали Это ведь супер просто Есть какой-то внешний опыт О нем рассказали, показали, продемонстрировали, бла-бла-бла Потом на основе этого ты сделал свой собственный опыт Все А, PLN История очень простая Есть какой-то внешний опыт Его создали, показали, объяснили, продемонстрировали Табличка, бла-бла-бла, картинка, фильм Внешний опыт Потом на основе этого опыта ты сделал какой-то свой опыт Он внутренний, он с другими людьми Он какой-то такой, какой-то собственный А потом, совместив внешний и внутренний опыт Ты собрал что-то такое, синтегрировал в себя и пошел дальше А потом снова какой-то внешний опыт На основе этого какой-то... Все Образование При этом так, чтобы доказать, что мы не совсем сумасшедшие, я хочу сказать, что в целом мир еще движется в том, чтобы создавать, помогать людям, создавать такого рода а-сети, б-персонал learning environment. Среду, из которой можно этот образовательный опыт вычленять, если достаточно открыто, можно выбирать, интегрировать и всей этой истории делиться. Хочу показать один проект, вот, может быть, кто-то видел, слышал, читал про него, называется школа в облаке, School in Cloud. Да, вот, кто не видел, обязательно забейте, посмотрите, про что это такое. Есть прекрасный мужчина, как его зовут? Митто. Ну, короче, прекрасный мужчина. Прекрасный индус. Вот, у него есть знаменитый достаточно образовательный опыт, который каждый раз кто-то хочет поставить под сомнение, но несут. Он компьютеры отдавал, ну, вставил в деревнях, где их никогда не было, где люди вообще не обладают таким образованием, и дети за какой-то очень короткий период времени быстро остваривают как инструмент, не зная ничего про это. То есть он просто ставил комп и сдвигал на неделю. Приходят, они там уже как надо в гугле все делают, в специальных сетях сидят. Да, люди читать не умеют. Да, через неделю такой образовательный результат приходит. Он пошел дальше в этом опыте и сказал, слушайте, вообще образование это очень просто. Просто ставьте большие интересные вопросы, дальше создавайте среду, в которой это может происходить. Ну, типа, на чем лучше всего плавать в другие страны. И, ну, все, открытый вопрос. Или, почему люди танцуют? Что за вопрос? А на эти вопросы начинают отвечать дети, и вы понимаете, что в этот момент дети в группе начинают друг друг друга, ну, так, а почему, а что такое танец? Хоп, история танца. Понеслось, да, где там балет, дягилев, и какие-то такие связи пошли. Да, почему там в России балет, почему? Окей, а кто еще бывает танец? Подожди, а что еще танец? Танец это движение, что мы знаем про движение? И понеслась, понимаете, да, это ящик, который там, понимаете, что ответ же там не очень важен. В смысле, он будет найден, будет в каждой группе найден по-своему. Это просто вопрос, который задается. Дальше дети просто, стайка сбивается, там, на час, и начинает выдавать какой-то результат. Вам красиво это презентует, и куча-куча ответов. В эту систему можно добавлять свои вопросы, за нее голосуют, потом дети по всему миру решают. Понимаете, образование за две копейки, да, просто надо иметь интернет. Да, и все, вот образовательные опыты, образовательные опыты случаются, а когда это происходит само, просто какой-то опыт предлагается. Дальше все происходит само, не нужны никакие специальные методики. Вопрос. А кто им рассказывает про диагноз? Интернет. Понимаешь, вот смотри, на самом деле даже если не интернет, рядом взрослый. Просто у тебя это вообще не важно. У тебя в какой-то момент, так, секундочку, мне надо кого-то найти. Кто знает, кто знает, вот, 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 что нужно. Не обязательно ведь инструмент. Инструменты это все, с чего мы начали, да, историю то, что нельзя научить, обложить инструментами все здесь, идеальные создать условия для образования, не надо, не будет никто учиться. Да, будешь в пустыне, все равно найдешь, научиться, если тебе надо. Вот оно, да, если ты понимаешь, что нужны позиции, открыт, можешь это интегрировать, все эти истории, можешь поделиться. Естественно, мы, ну, работаем над своими форматами. Сейчас поделюсь, мы их так, ну, красиво называем. Это, опять, знаете, это ответ системы, в данном случае, образователей, то есть мы, в данном случае, с позицию дефекторов сейчас встаем, да, тех людей, которые создают образование, чтобы ответить на этот вот запрос максимально персонализированного собственного опыта учиться. Ну, а у нас есть два формата, мы не будем про них вообще, ну, много рассказывать. Расскажем только в чем суть. Первый – Adbox. Про что это? Это про создание так называемых образовательных юнитов. Вот, опять же, что такое было для меня кофе с утра? Это 10 минут определенного знания, определенного, разложенного по определенной схеме, которую можно там придумать. Типа минимально достаточное знание, опыт, рефлексия какая-то, да, в которых я что-то, ну, у меня происходит тот самый шифт, да, приходит какой-то сдвиг между я сейчас и я 10 минут назад, да, максимально концентрированное, сжатое знание, которое ты можешь получить, которое тебе достаточно, чтобы дальше действовать. Да, дальше вторая история – это про интеграцию таких опытов. Мы называем это, там, он-трек, вот, коллеги изделия знают, да, есть, там, мы называем его, таким, немножко стартаперским словом, трекинг, да, ну, к хорошему это все-таки немножко про другое, про то, как весь этот опыт, который получает ученик, я как ученик получаю, потом от кого-то начинаю, ну, устраивать рефлексии, чтобы заземлить. Это может быть эксперт, может быть человек, который советчик, где-то каким-то образом я раскладываю это на свою жизнь, на протяжении какого-то времени, когда я считаю, что мне достаточно, да, типа образовательный курс на 3 месяца, в котором вообще не будет лекции, в случае они будут максимально сжатые, максимально сконцентрированные, да, в формате онбокса вообще, это сейчас для нас вызов создать такую историю, да, 15 минут сжатых знаний, то, где у нас происходит сейчас исследование, а потом просто заземлять это в формате трекинга каких-то быстрых коммуникаций, встреч, когда мы делаем выводы, строим планы на будущее, идем дальше, пересматриваем общие планы, ну, и так далее, и так далее, это подобное напряжение какого-то времени, да, ну, про это сейчас не будем, это не наша тема, это наша тема сегодняшнего вечера, это про то, куда, ну, какой у нас есть ответ сейчас на этот вот запрос учиться-учиться, понятно, что, смотрите, мы сейчас делали специально такую штуку, мы просто строим очень много истории про персональные сети, связанные с образованием, мы собрали, сейчас я вам, подождите, вот ведь большая даже evoc.ru, буквально мы сегодня страничку запустили, ну, просто потому что мы знали, что будет лекция, чтобы, да, мы собираем огромное количество образовательных практиков, ну, то есть это просто подписка, дайджест в течение один раз в месяц будет выходить, это просто информация про огромное количество образовательных опытов, которые можно получать, как их получать, как эти методы вырабатывать, для того, для тех людей, кто интересуется, как их лучше получать, для тех людей, которые создают, потому что мы, опять же, прежде всего, это лекция-исключение, мы про тех людей, которые создают новые образовательные опыты, да, мы здесь описываем, в том числе с помощью прекрасных методологов, Вот Даша и Ира, еще наша команда, у нас достаточные людей, которые могут эту историю делать. Понятно, что, извините, в наших лекциях это даже не просто так, вы понимаете, да? Просто, на всякий случай, мы как бы из Британки, у нас тут курс будет в июле. Там будет 10 дней про турок создавать крутые образовательные опыты. Промо-минутка, все, не знаю, что еще сказать. Это маркетинг. А, да, маркетинг. История про то, что образовательные опыты, хэштег, дизайн образования 2, хэштег. А вообще история про то, что в течение этих 10 дней это будет про то, чтобы вот эти самые adbox, 15-10-минутные, максимально такого упакованного знания начать научиться отдавать. На самом деле, вот эта вот формулировка про это бокс, она у нас связалась буквально несколько дней назад. И как только она связалась, у меня такой флешбек возник, я аж на стуле чуть не подпрыгнул. Очень-очень странное было ощущение. 8 лет назад я начал заниматься проектом, который назывался на тот момент ноутбук. Знаете как? Знание книга. Ноутбук. Идея была очень простая. А что если всю школьную и вузовскую программу разбить, как мы на тот момент так называли, unit of knowledge. Ну то есть некое капсулированное знание, контейнер, в котором есть точка входа, точка выхода, ну то есть некие запросы, конкретный результат, который упаковывается в фиксированный промежуток времени. 5 минут, 3 минуты, 7 минут, 10 минут, сколько это, конкретный промежуток. А после этого все эти контейнеры могут быть связаны множественными связями. Например, есть история про, как мне в HTML коде создать таблицу. Это очень понятный кусок знания, в который приводит огромное количество других вариантов, и который является необходимым для развития потучи истории. Таким образом, чтобы человек говорил, я хочу стать инженером по машиностроению, и для него выстраивалась такая из вот этих вот микромодулей система про знания. Тебе нужно вот это, и этого достаточно. То есть если ты решишь стать инженером по чему-то другому, тебе понадобится еще вот это, вот это, вот это, в сторонку куда-то отойти. Но для этого инженера нужно вот такой минимум вайл продакт, такой минимальный жизнеспособный продукт. Мы, в общем, с этим всем побегали, уткнулись в прекрасную позицию, что друзья, это примерно миллиард контента, миллиард. И, в общем, это никто никогда, нигде, ни за сколько не создаст, поэтому забейте. Потом мы поиграли в эту платформу, а потом забили, ну правда, ну то есть три года развивать проект очень тяжело. И сейчас мы вдруг, такие оп, и на новом формате вытащили это. И поняли то, что тогда, восемь лет назад, это было ну супер не нужно. Потому что персональные траектории образования, что это такое восемь лет назад? Это сейчас понятно, в каждой школе так или иначе пытается внедрить. Персональный трекинг, что это такое персонализм. Это было очень непонятно, что это персональное образование. Есть конкретные образовательные опыты, конкретные образовательные программы, погружаешься на шесть лет, выходишь классно. А сейчас мы оказываемся в ситуации, когда общий инженер, это, конечно, полезно, но не так важно. Количество профессий, их уникальность, их отличие друг от друга настолько возведено в абсолют, что чем больше ты отличаешься от других людей, чем более уникальный набор опытов ты имеешь, чем более уникальный набор знаний у тебя за плечами, тем больше ты нужен рынку. Предполагаю, что люди рынку со временем вообще все меньше и меньше нужны. Просто как бы вукомир, роботизация и все такое. Поэтому тот курс, который мы в этот раз собираем, мы в начале его назвали так дизайн образования 2.0, как здесь и написано. А здесь даже не написано 2.0. А потом мы поняли, что это вообще не дизайн образовательных программ, это дизайн образовательных опытов. И он, с одной стороны, для тех, кто эти образовательные опыты планируют создавать для других, а с другой стороны, для тех, кто планирует создавать эти образовательные опыты для себя. Потому что вот без этого никуда. Мы живем точно в такой парадигме, что без этого никуда. И, наверное, время вопросов. Если они есть, буквально 2-3 минуты, что-нибудь. Давайте, во-первых, вам поаплодируем, чтобы закрыть коммуникацию. И если есть вопросы, эль-лю-бульки. Ну, я правда лучше не проверю. Можешь, да? Конечно. В Британке второй, да. А где выпускники предыдущего года реализуют свои навыки? Сейчас. По результатам первой программы у нас же такая вот история. Вот, да. И выпускники еще сидят. Сейчас. 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 Мы немножко, а потом еще. Потом и сами выпускники. Смотри. Во-первых, первое, у нас есть такое эфирование. Мы, исходя из того, какой контент мы решили запланировать, как мы его протанслировали, такие люди, извините, набегут. Ну, то есть, как бы, мы не хотим сравнивать второй поток с первым. И то, что лучше, хуже. А то, что по-другому контент. Совсем другой контент. Мы его сильно пересоздали. Поэтому, вот то, что я сейчас буду говорить, не факт, что имеет отношение к первым. А так, первое, ну смотри, кто приходил на первый поток? Первое, это люди из некоторых корпоративных университетов, из больших всяких там банков, которые хотят переосмыслить то, как надо создавать образование, так что оно было максимально эффективно. То есть название ты не скажешь, да? Ну, зачем? Нет, ну скажу парочку. Британская высшая школа дизайна. Вот люди из британки учатся у нас. Смотри. А? Парочка какая, да? Держим планочку. Вот. Но это первое. Второе, люди, которые сейчас, что-то идет большая реформа вузов. В основном технических, конечно. К сожалению, его пока еще технических. Сейчас строится там, вот у нас политех создается. Люди, которые понимают то, что надо образование делать по-другому. Высшее образование. Да? Это вот вторая история. И третья история, те люди, которые решили делать свои какие-то интересные образовательные программы, интересных форматов. Вот у Веры есть прекрасный формат. Называется он «Чертоги разума», да? Да. Вот. Кто не знает, быстренько в интернет заведите, посмотрите. Фантастический формат. В Парке Горького будет все лето, да? Да. По каким дням? Или там не понятно. По воскресенью. По воскресенью. Поняли, да? Ну вот, например. И еще маркетинг. И еще больше маркетинг, да. Все хорошо. Ну вот как-то так. То есть, первое, у меня есть своя история, я хочу ее покрутить по-другому. Я хочу создать инновационное образование. Вторая история. Я и так уже работаю, как человек создающий или сам ведущий в корпоративном университете. И третье, я занимаюсь ее формой образования. Вам? Я обняла. Спасибо. Я просто страшна. Мне хотелось назвать. Потому что я достаточно хорошо знаю, что мне будет использоваться. Узнаю делать это в вашем мире. Какими-то другими. Ну, давай я пробовала. Смотри, британка, маи. Давай все. Окей. Полукорпоративный университет, кстати, не очень часто используется. Если забить корпоративный университет, сразу вылезает несколько вариантов. Еще какие-нибудь вопросы? Утомились. Хорошо. Ну, ладно, пойдем потанцуем, что ли, да? Все, уже можно, сказали. Все на интенсив. Да-да, все на интенсив. То есть забыл. Маркетинг. Все на интенсив, товарищи. 19-го числа. Вам спасибо. Хорошего вечера.